Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Пожалуй, что ключевая проблема здесь в том, что вы устаете на работе, вот, устаете, ну, собственно, от того, что вы делаете по большому счёту, вот, и, собственно, именно эту проблему вы пытаетесь решить. Мне 36 лет, я живу в большом городе, я в разводе есть маленький сын. Ну, здесь нужно сказать, что развод есть психологическая травма, и, соответственно, если вы её не прожили до конца, то может это на вас оказывать существенное влияние. После развода я уехал с сыном в деревне почти на полтора года, да. Ушла с работы, сдала квартиру в аренду, жила с сыном в свободном графике, наглаждалась тем, что не нужно собрать тащить его в садик, самой бежать на работу, и решила дать себе отдых после трудного развода. Ну, есть здесь такое ощущение, что вы берёте на себя слишком много, что вы взваливаете на себя слишком много. Денег с арендой и алиментов хватало на обычную жизнь, без излищиц, потом вернулись в город, бывший муж, значит, просил вернуться в город, чтобы чаще видеть сына. Ну, здесь довольно интересный момент. То есть ваш муж, бывший, хочет видеть своего сына, но вернуться просит вас, чтобы его видеть. нет, это, конечно, нормально, наверное, если он имеет, конечно, право так, так хотеть, он имеет право так действовать. Вот. Но знаете, как это выглядит? Выглядит это так, что ради этого, ради своего бывшего мужа, вы отказываетесь от понравившегося вам образа жизни, получается. Ради того, чтобы быть поближе к бывшему мужу, чтобы он мог видеть своего сына, вот, и, значит, всё, вот. А, ну, насколько вы свободно это сделали, вот что нужно понимать, то есть вы вернулись только поэтому в Большой Город, вы вернулись только потому, что вас попросил бывший муж, чтобы сына видеть чаще, больше мотивации возвращаться у вас не было. Плюс мне казалось, что я отдохнула, набрала сил и смогу снова жить в городе, а зачем, ну, то есть, буквально для чего, какая цель. Я сразу начал работу всего на 5 часов в день на удаленке, на работу довольно нервная и ответственная приходится держать в голове сотню дел, общаться с клиентами, у всех куча мелких вопросов. И, конечно же, такая работа подходит далеко не всем. Это нормально. Не всем подходит такая работа, которую вы выбрали. То есть вот вам, к примеру, судя по тому, что вы пишете, судя по тому, что вы описываете, да, вам такая работа, по-видимому, не подходит. Или подходит, но не в полной мере. Нормально ли это? Да, пожалуй, что да. То есть нормально ли то, что вам может вот как-то не нравится ваша работа? Нормально ли то, что вас может как-то не устраивать ваша работа? Да, это нормально. Может данное вам не подходить? Да, может. Можете ли вы с этим справляться? Да, вы можете с этим справляться. Но вопрос заключается немножечко в другом. справляться с этим вы можете. Только при наличии мотивации, при наличии четких достаточно личных границах, когда вы для себя как бы осознаете, что вот это моя ответственность, и я за это отвечаю, и вот это ответственность другого, и я за это уже не отвечаю. А на вас, судя по тому, что я могу видеть, да, вот, накладывают все новые и новые какие-то вот обязанности, вот, к вам, точнее, к вам, к вам, к вам, ну, на вас как бы налагают все новые и новые обязанности, вот, от которых вы не можете отойти, то есть вы не можете отказать, вы не можете сказать, что, ну, это не моя история, это не моя проблема, я вообще этим заниматься, например, не собираюсь. И вот это происходит то ли из-за страха, то есть вы боитесь работу, например, свою, допустим, потерять, да, то ли это происходит из-за, из-за неуверенности в себе, то ли это происходит потому, что у вас есть все-таки какая-то цель, ради которой вы вернулись в город и ради которой вы начали, ну, устроились на работу и так далее. только что это за цель, пока не ясно, потому что вы об этом ничего не пишете. Вы не пишете, что это за цель, вы не описываете это, хотя вообще-то, вообще-то, это очень важно, ведь это, по сути дело, ваш мотиватор, по сути, по сути дела, это то, что вас мотивирует, да? Но вы об этом ничего не говорите. Понимаете, да? Какая здесь история. Дальше. Вот вы пишете, что приходится дать в голове кучу, значит, сотню дел, общаться с клиентами, у всех куча вопросов. Что ж, это правда тяжело. Это верно. Это правда тяжело. Но давайте подумаем вот о чем. Это тяжело вам за счет чего? Ну то есть вот, вот, вот буквально, вот буквально, за счет чего вам это тяжело удерживать. Предположим, вам сложно справляться с теми функциями, да? Вам сложно справляться с теми задачами, которые, ну вот, на вас накладывают, да? Предположим. Предположим. Окей, хорошо. Но опять же возникает вопрос, а за счет чего вам это сложно? Ведь у этого же наверняка есть какое-то основание. Давайте его разберем. Сложно за счет того, что вы пытаетесь все контролировать, например. И вы пытаетесь контролировать то, например, что контролировать нельзя, невозможно. Вы, естественно, впадаете в невроз, потому что вы требуете от себя справиться с тем, с чем справиться невозможно. Но вы требуете этого от себя, потому что этого требует от вас начальник. Вот. При этом, сын еще маленький, думал о работе, думал о работе, это настоящая находка. Но, вероятно, изначально так оно и было. Изначально. Изначально. Изначально эта работа, возможно, и была настоящей находкой. И она бы могла ей оставаться, если бы вы соблюдали границы своей личной ответственности. И не брали на себя вы больше, чем изначально было прописано в, например, трудовом договоре. Если, конечно, такой вы заключали. Я не знаю просто, заключали вы трудовой договор или нет. Прошло меньше года, я чувствую себя вымотанным до края, у меня сильно нарушился сон полночи в голове. Я прокручиваю всякие рабочие ситуации, пережевываю это все в голове, не могу остановить этот поток мыслей. Это явный признак того, что вы взваливаете на себя больше, чем можете выдохнуть. Вопрос заключается только лишь в природе этого. То есть, каким образом, как так получается, что вы на себя взваливаете такой большой, для себя имеется в виду, объем работы, с которым вам тяжело справиться. Понимаете, да? Почему-то же вы на себя это взваливаете, а вам тяжело. Вот давайте подумаем, за счет чего, опять же, вам тяжело. Ведь прокручиваете, то вы это в голове не просто так. У этого есть основания. Дальше. Я просыпаюсь 4-5 января, больше не могу спать, хотя очень сильно хочу уснуть. Это ухудшается тем, что на работе постоянно пытаются поменять условия. Хотя, чтобы я работал полный день почти за те же деньги. В общем, создают нестабильную обстановку. Здесь вы переключаетесь в позицию жертвы. Вы говорите, что это из-за них я так себя чувствую. Вы говорите, что это из-за них у меня такое мое состояние. Это они, говорите вы, во всем виноваты. Может быть они ответственны за свои действия, с чем мы спорить, конечно же, не будем. Но ответственны за свои действия и вы. Вы точно так же ответственны за то, как, простите, вы реагируете на то, что вам демонстрируют. Демонстрируют, допустим, тот же начальник, к примеру. Да? То есть вот это, как мне кажется, очень важный момент, на который вам нужно обратить свое внимание. То есть вы описываете эту ситуацию, как ситуацию, в которой вы выступаете жертвой, но вы не жертва. Вы выбрали так действовать. Вы выбрали так реагировать на эту ситуацию. Почему вы это выбрали? Вот это вопрос. Ну или может быть не почему, да, а может быть тут вопрос, почему не совсем корректный. Может быть имело бы смысл спросить, как вы приходите к такой реакции. За счет чего вы приходите к такой реакции. Начальник говорит, что никто в компании столько денег не получает за 5 часов работы, кроме меня. Да, возможно, никто не получает столько денег. Но именно на эти условия вы пришли. И то, что сейчас вы сомневаетесь в том, достойны ли вы этих условий или нет. То, что сейчас вы в этом сомневаетесь. Вот это очень, очень интересный момент. Связано ли это с неуверенностью в себе у вас? Связано ли это с тем, что вы боитесь, опять же, потерять работу? Связано ли это с тем, что вы хотите что-то себе доказать? Я не знаю, но я думаю, что именно эта история вас сейчас двигает туда, где вы находитесь. По крайней мере, на мой взгляд это так. Вот то, что мне кажется здесь очевидным. Дальше. Значит, последний раз сказано, что полный день не потянуло, что мне выгоднее будет дома сидеть с ребенком и не работать. Вроде успокоились, но все равно эта ситуация периодически всплывает. В смысле, вам пытаются навязать условия работы. Вы имеете ввиду это. Вот, я часто вспоминаю, как мы жили в деревне, без всей городской суеты. По-бам, намного меньше запраты, чем в городе. Начинаю уехать снова туда, начинаю думать о том, чтобы просто бросить работу, жить снова на алименте. Но не могу решиться. Страшно. И вот, смотрите. Первый раз, вы это уже сделали. Смогли, решили. Что изменилось сейчас, мягко говоря, непонятно. Вместе с тем, как непонятно и то, чего же вы все-таки боитесь. То есть, то, что вам страшно, то, что вам страшно. Это понятно. Но чего именно вы боитесь? Вот в чем вопрос. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы вы попробнее взглянули на свой страх. Коли он здесь является основным мотиватором для того, чтобы вы продолжали оставаться на работе. Вот. Какого рода это страх? Чего именно вы боитесь? Постарайтесь ответить. Я отработала меньше года и в целом работа неплохая. Я понимаю, что у меня усталость именно от специфики моей работы, контролировать кучу мелких дел. Чтож. Контролировать кучу мелких дел безусловно тяжело. Вот. Это правда. Контролировать кучу мелких дел. Контролировать кучу мелких дел. И здесь очень важно понимать. И точнее разобраться и увидеть, это правда вам так тяжело. Или здесь замешан какой-то внутри личностный конфликт. Вот. Понимаете, в чем штука. То есть, если здесь замешан внутри личностный ваш конфликт какой-то, тогда дело не в работе. Не в ее специфике, как вы это сейчас преподносите, а дело в том, как вы на это реагируете. Дальше. Так. Еще стали требовать отсчеты, которые раньше не делали, а как я... Понимаете, да? То есть, на нас наваливаются новые и новые требования. Все новые и новые обязанности. Что вы с ними делаете? Вот. Есть ощущение, что вы чувствуете себя загнанной из клетки, потому что вы не отстаиваете свои интересы. Вот. Значит, на отсчете просто физически не хватает времени на работе. Говорил об этом начальству, все равно требует. Ну, здесь нужно разбираться, что именно вы говорили и как, да? Были четыре выходных, я отдыхала, успокоила мысли, медитировала, считала. К концу четвертого дня почувствовала себя нормальным человеком. Ну, правильно? В своем пемпе вы жили, в своем ритме. К четвергу рабочей недели все мое тяжелое состояние вернулось снова. Даже больше на контрасте со спокойной жизнью, без жвачки в голове, еще больше страдаю теперь. Мне нравится работа руками, когда пришла, сделала свой объем работы и ушла. Ну, интересно, что такую работу вы не выбрали, выбрали другую. Никаких переживаний в голове. Возможно, со временем я найду себе что-то такое, но сейчас как мне выдержат? Смотрите, во-первых, люди выдерживают для чего-то. Нужна какая-то мотивация, нужна цель, чтобы преодолевать трудности. Второе, это что именно, что конкретно и на каких основаниях вам тяжело выдерживать. Объем, на котором нужно удерживать внимание, это тяжело. Тогда вам нужно делегировать часть своих обязанностей. Новые обязанности, которые, ну вот, на вас, на, ну, навешивают. Новые вас тяготят, ну, вас тяготят. Необходимо выстраивать свои личные границы, чтобы люди этого не делали. Я уговариваю себя поработать хотя бы до лета. Да, но зачем? Особенно если учесть, что вы говорите о том, что вы готовы все бросить, но вам страшно. То есть здесь вы предпочитаете игнорировать свой страх и заставляете себя делать то, что вам не нравится. Это довольно тяжело. Плюс я по-преднему не понимаю мотивации. Не бросать сразу при первых трудностях. А вы считаете, что нарушение сна и ухудшение самочувствия, влияние работы на ваши личные отношения это первые трудности? Вот здесь как будто бы вы пытаетесь кому-то что-то доказать. Но морально меня эта работа просто убивает. Что же, давайте рассмотрим, что именно вы подразумеваете под моралью. Да? Вот. То есть, морально это как? Вот что есть мораль? Я бы хотел это уточнить. Добавлю, у меня есть любимый человек, мы планируем создать семью, но у меня постоянная усталость, влияет даже на отношения, я не наслаждаюсь его обществом, а думаю о том, когда бы скорее лечь спать. Когда бы скорее лечь спать, чтобы что, сбежать от внешнего мира или отдохнуть? И так, как белка в колесе по кругу, у меня снижается творческий потенциал. Опять же вопрос, на что вы его используете, творческий потенциал? Время на отдых в течение дня выделяю, но отдохнуть не получается, все равно быстро устаю, при этом я не сижу в соцсетях, крайне редко смотрю фильмы, не сижу в компе в рабочее время, гуляю регулярно, как можно помочь себе в такой ситуации. Я, в принципе, вам озвучил. Необходимо разобрать те аспекты, на которых я остановился, чтобы более полно увидеть, где, что и как. Ну вот. На этом все, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь с полным ответом, это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго.